Доброго времени суток всем. С вами снова Билли. И это мой второй ввод по ведениям дзота. И на этот раз я пойду в фаер маги и пройду два квартала, а не один, как в прошлом видео. Ну что ж, приступим. Кстати, вот сейчас момент один особенный, который хочу отметить. Это панель вот этой взрывомыслия, которая отображает, ну шкала вот эта, отображает количество нашего взрывомыслей. Я ее ненавижу, она постоянно прыгает, поэтому пришлось сейчас убрать одну панельку мою дополнительную, чтобы она никуда не исчезала. Так, у нас Агримар. Перед тем, как зайти в дополнительный отсек, вот этот доп. сектор ведения. Я тут решил запулить вообще всех мобов. Недавно просто за паладину танка играл, вот по привычке так сказать. И решил в фаере пойти. Фаер я не особо хорошо играю, но вроде бы справился. Плюс фаер хорошо ауешет. Как раз я тут смог за ауешет всех этих мобов. В принципе, если скипать им косты, ну и держать их на расстоянии. Вот сейчас они превратились в мирских ползунов. Мне надо было сразу отойти, либо приморозить их. И обращаю ваше внимание, что создают они тотем, который желательно сразу уничтожать. Вот он наверху сейчас костует. Бесконечный голод. Этот тотем очень напряженный. И вот эта вот зона, которая только что появилась, кружок такой, в нее старайтесь заходить. То есть в ней как-то урон бафается. И по-моему дота по вам не бьет. Ну точно не помню. Просто знаю, что в ней нужно заходить. Вот здесь мы заливаем мобчиков. И сейчас будет жирный такой дециматор шиплот. Довольно проблемный. Проблемный, потому что он чаржится вас, а потом он начинает кастовать опилку. Вот. Чаржится взрывной удар, а потом дециматор. Вот от этого дециматора надо уворачиваться. Не знаю, правда, можно ли увернуться, потому что он потом всегда возвращается к вам. Этот дециматор. Ну хотя я на танке выворачивался, да, так что от дециматора выворачивайтесь. От чаржи в принципе тоже как-то можно увернуться. Магам точно легко. Но я как-то с большим сумбуром проходил все это. Но, как оказалось, все довольно легко. Не стоило паниковать. Из улучшений у меня полезных не прокачано. Разве что первые несколько пассивных у меня вкачаны. Я даже жизнь не вкачал дополнительную за мага. Ну вот, типа когда у тебя заполняется шкала полностью и дается второй шанс. Дополнительная жизнь, так сказать. Вот это я не вкачал, хотя надо бы. Для последующих ранов обязательно придется вкачать этот талантик в древе исследований. Здесь у нас сколько еще? Раз, два, три, четыре пака мобов. Точнее вот этот я уже залил, значит три. Вот этот вот пак. Но он как бы, получается, я его раздробил тут, потому что патруль ходит. Призвал первое очищение и залил вот этот патруль. Этот сокрушитель ничего как бы не делает, кроме вот этой вот зоны. Спокойно кайтится и убивается. Но даже он может вызвать проблемы, если забыть про дебаф, который постоянно на нас спавнится. Это горящий подошвый вот этот, который швыряет нас из стороны в сторону. Мобильным классом, в принципе, удобно. Ну, не то что удобно, не так противно, как за милишников. Вот, кстати, тотем. Бесконечный голод. До этого он меня не притягивал к себе, потому что я спустился вниз. А когда вы стоите с ним на ровной плоскости, он вас будет притягивать к себе. Так, осталось у нас вот два пака. Вот этот пак, это два жирных таких моба. Элементаль кастует, касты ему сбивать желательно. Извойд зоны сокрушителя лучше выходить. Ой, сокрушителя, прошу прощения. Этот квартал самый простой. Тут, в принципе, даже говорить особо нечего. Вот, и последний пак. Тут у нас тоже тотем, который надо активировать. Тотем обращения, чтобы, ну, освободить всех вот этих заложников, так сказать. Это шамана, я так понимаю. Активируем его, и у нас становится доступен босс. У босса несколько механик. Я в некоторые даже попадал, но легко бурстится. Проблемы он не доставляет. Обреченность. Первая механика. Он накидывает сайленс, и нужно зайти вот в эту войд-зону беленькую. Могли заметить. Второе, это вот эти волны, в которых надо уворачиваться. Вот, справа сейчас войд-зона. В нее нужно зайти во время обреченности. И вот эта механика, она как раз перейдет к финальному боссу траву. То есть он будет тоже кастовать сайленс, обреченность вот эту. И чтобы снять сайленс, нужно будет зайти в эту войд-зону. Вот сундучки я зачем-то вкачал. А вот жизнь вторую я решил не прокачивать. Так как у меня осталось немножко взрывомыслия, я решил убить стражу перед травом. Все-таки она... Это не самые легкие мобы. Не проблемные, конечно, уж сильно. Но и не самый легкий трэш. Поэтому лучше эффективно потратить наши... Вот от вопли я не увернулся. Если у вас есть возможность скипать по два каста каждый раз... Вот видите, зашел я в эту войд-зону. И у меня увеличилась скорость каста. Насколько я понимаю. Я вот так заметил. На оставшиеся взрывомыслия я решил еще вот этот пак добить. Как видите, лучше близко рядом с ними не стоять. Просто добить их. Ну вот рисковать я не стал, поэтому... Просто решил заюзать вторую сферу возвращения до взрывомыслия. Пока она стоит, можно, к слову, загреть кого-то, если есть желание. И под ней получить еще... Ну, еще очиститься чуть-чуть. То есть вот так вот немножко решил я пожадничать. Ну, мерзкие ползуны они превращаются в таких... Более агрессивных, здоровых, их кайтите, дамажьте. Все вроде просто. И у нас второй квартал. По второму кварталу даже сказать-то что-то сложно. Здесь просто нужно правильно дамажить. Во втором квартале у нас находятся такие же щупальца, как и в Штромграде. То есть они чаржатся в вас. Если вы фаер, то просто метеор можно под них класть. Стелить. Не знаю, как правильно сказать. Вот надо было меня забить на это щупальце по-хорошему. И дальше бежать. Но я решил подождать его. Так, есть еще один мини-боссик. Тоже он такой проблемный. Сразу минус взрывомыслия. Кастует вот такой вот луч у нас. И мы... Ну, он еще и отталкивает нас. Этот луч. Поэтому милишникам, я думаю, тут вообще отвратительно. Помимо этих войд-зон еще и вот это. За луч этот. Поэтому от него нужно избавиться максимально быстро. Думаю, в следующий раз я даже как-то, наверное, возьму его, какой-то пак и бурсты отдам. Если я сюда еще раз пойду. Ну, потому что он мразный. Активируем гарону. Она сразу объясняет, что нам нужно сделать. Мы будем спасать молодых людей. Здесь у нас небольшой пак. Этот босс не такой проблемный. Но вот касание безды вот этому кастеру надо сбивать. Ну, вот он. Ктир Паработитель. Он, я так понял, Паработитель не просто так. Он в следующем паке тоже мне проблем заставит. Почему я попадал во все эти механики? Ну, блин, я, типа, здесь не было ни разу. Я, в принципе, что первый вот записывал, что этот, это были мои первые траи. Вот здесь тоже у нас пак неприятные. Три вот этих порчи, ползучей, щупальца и еще вот этот, ну, рога Ктир. Щупальца, к слову, не загорелась на меня. Резчик. Ктир, резчик. Похож на рогу. Вот я решил постелить сразу метеор перед тем, как вылезет щупальца. Ну, и вот я, здесь уже я понял, что, как бы, ну, появляется оно и появляется. Надо основные механики выполнять. Здесь у нас какой-то огур вылез. Орг, то есть. Ничего такого я в нем не заметил. Он просто идет и бьет нас. Спокойно брустил его. И здесь я решил заявлять третью сферу. В принципе, видите, перед нами пак с призывателем теней и в конце босс. И это конец дополнительного квартала. Здесь, к слову, поработитель разума. Вот он меня держит касание бездны, поработитель. Очень неприятно, на самом деле. То есть, вот ему каст обязательно надо сбивать. Мне уже просто нечем было тут забивать. Сейчас вот он опять на меня кастует касание бездны. Но на нем уже было много дот, поэтому он сдох. А так вообще комбинация у них неприятная. То есть, один моб дамажит вас, вот зона под вами спавнится. А второй как бы держит. Делаем тут квестовые какие-то механики. Освобождаем людей. Осматриваем мастерскую. К слову, никто враждебный оттуда не вылез. И остался у нас босс. Нажмем здесь наши пусты. Я даже механики не стал смотреть этого босса. Единственное, что заметил, это то, что он активирует щит. Который нужно пробить. То есть, не просто так я экономил бурсты. Проблемного босса мы убиваем. И второй квартал мы закрываем. У нас остается только финальный босс Трал. И, к слову, я не заметил на нем второй дополнительной механики. Ну, то есть, на втором же боссе с него должна была прийти доп механика. На счет не заметил я. Трал, в принципе, если знать, что он делает, не такой уж он и проблемный. Я ображал бою, руну мощи, то есть оставшиеся бурсты и начал просто дамажить. Вот. Обреченность перешла от первого босса. Заходим в зону. Снимаем сайленс. И сжигающаяся тьма. Здесь нужно просто выйти из темной... А, вот. Перешла все-таки воля бездны. Щит. Короче, щит дарует второй квартал Трал. Все-таки перешла. То есть из войдоны выходим. Щит сбиваем. В синюю войдону заходим. Еще также у него есть своя родная обилка. Сейсмический удар. То есть он перед собой просто кастует обилку, которая станет нас и дамажит. Вот он опять кастует. Заходим ему за спину и ничего не... И выведем этот урон. В принципе, уложился. Никаких проблем не было. Не скажу, что я что-то уникальное сделал. Но удовольствие я от этого ивента получил. То есть, как бы... Такие вот ивенты мне нравятся, где ты соло что-то должен делать. Это интересно, это приятно. За два квартала мы получили две странички. Бесполезную шмотку. Контракт получили. Я так понимаю, это воплот. Поиск, кстати, не очень. Мне такое не нужен. Ну и того, не пришлось тратить два ключа на два квартала. Все спокойно проходится за один ключ. Хотя в будущем, я так понял, можно вообще все кварталы закрыть. Еще и с усложнением эффект... Ну, механик. Всего я ждал один ран. Но я пока что не готов к этому. Два квартала и мейн босс. Пока что это мой предел. Всем спасибо за просмотр. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok